В Приморском крае эпидемическая ситуация по новому коронавирусу стабильная. Случаев завоза инфекций из Китая или других стран не зафиксировано, сообщают в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю. Напомним, что минимум до 1 февраля приостановлена деятельность автомобильных пунктов пропуска для предотвращения возможной вспышки вирусной инфекции. Прекращена выдача разрешений на все туры в Китай. В пунктах пропуска через госграницу у всех прибывающих из неблагополучных стран, в том числе из КНР, проводится контроль температуры тела при помощи бесконтактных тепловизоров. Организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, которые выезжают из-за рубежа, в том числе из Китайской Народной Республики. Проводим мы санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска в автомобильных и морских переносными тепловизорами. В аэропорту с 14 января введен двойной контроль. Там установлен стационарный тепловизор и дополнительно специалисты выходят на борт воздушного судна с целью измерения температуры пассажиров, которые прибыли из неблагополучных стран. Также принято решение о продлении каникул до 1 марта для иностранных студентов, обучающихся в приморских вузах. Сейчас продумываются мероприятия по дистанционным обучающим программам на этот период. По информации Роспотребнадзора, все лекарственные средства, медицинские изделия, требуемые для лечения пациентов в лечебных учреждениях края имеются в достаточном количестве, как и необходимый запас индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов. Министр здравоохранения края Виктор Фисенко заявил о том, что в случае необходимости будет развернуто дополнительно до тысячи коек в государственных медучреждениях, а если потребуется, будут задействованы возможности медцентра ДВФУ и других федеральных и ведомственных медучреждений. На сайте Роспотребнадзора опубликована информация о мерах защиты от коронавируса. На самом деле мероприятия достаточно простые. Пользоваться масками защитными, пить только бутилированную воду, почаще мыть руки, а еще лучше обрабатывать специальным антисептиком. Ну и, конечно, при первых симптомах обращаться к врачу, что естественно. Также там дается информация о том, что в течение семи дней с момента выявления генов нового коронавируса были разработаны две тест-системы. Результаты исследований готовы через 2-4 часа. И все лаборатории Роспотребнадзора по России обладают необходимым оборудованием и специалистами для проведения таких исследований. Приморский край получил тест-системы на выявление коронавируса одним из первых. Все необходимые анализы проводят специалисты Роспотребнадзора. Напомним, китайские власти зафиксировали вспышку вызванной новым коронавирусом пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухани. На сегодняшний день вирус распространился по всей КНР. В мире случаи заражения вирусной пневмонии зафиксированы уже в двух десятках стран, в том числе Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Арабских Эмиратах, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено. Сообщается, что число заразившихся суммарно составляет 9692 человека, погибших 213. Эти цифры постоянно меняются. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.